Диктатор Владимир Путин скрывает от россиян, что у него есть дети, пишет Центр-досье. Это редкий случай, когда население страны не знает имён детей главы государства и даже о самом их существовании. 2 августа Путин неожиданно вспомнил то ли о внуках, то ли о собственных детях. Члены моей семьи, говорят уже маленькие, на китайском языке, говорят свободно. Известно, что у Путина две взрослые дочери, у которых есть свои дети, внуки Путина. Также ходят слухи о том, что у диктатора якобы есть общие дети с экс-гимнасткой Алиной Кабаевой. Хотя их брак и не был зарегистрирован, а в декларации о доходах правитель Кремля указывает, что у него несовершеннолетних детей нет. Как сообщает Центр-досье, у Путина всё же есть двое малолетних сыновей Ивана и Владимир, которым 9 и 5 лет. Их охраняет офицер ФСО. Рядом с ними круглосуточная няня, гувернанты и профессиональные тренеры. Братья почти не общаются со сверстниками и мало видят родителей. Сыновья Путина живут в резиденции на Валдае. Тем временем, издание The Times сообщает, правитель Кремля одержим идеей вечной жизни. Через месяц Путину исполнится 72 года. Средняя продолжительность жизни у мужчин в России составляет 67 лет. Высшие чиновники в его окружении тоже не молоды. Издание пишет, что Минздрав оккупантов требует от научно-исследовательских институтов отчёты о разработках в области борьбы с сенсорными и когнитивными расстройствами. Кроме того, они изучают методы борьбы с клеточным старением, остеопорозой и попытками укрепить иммунную систему. Навязал Путину идею вечной жизни по данным британской газеты его близкий друг, 77-летний Михаил Ковальчук, ведущий член Российской академии наук, возглавляющий Курчатовский институт ядерных исследований. Как заявляет один из анонимных российских исследователей, «Большой босс поставил задачу, и чиновники бросились её выполнять всеми возможными способами». Кроме того, существует информация, что несмотря на доступ к лучшему медицинскому обслуживанию, Путин не стесняется и народных методов. К примеру, по данным The Times, он регулярно принимает ванны с экстрактом из крови отрезанных рогов сибирских оленей из-за омолаживающих свойств. Субтитры создавал DimaTorzok